Каменный залив в Горном Алтае – это последняя картина Михаила Буткеева. За день до смерти, на 97-м году жизни, он прорисовывал детали Телецкого озера. Реалистическое отношение к натуре. Сейчас это редкость, как ни странно. Сейчас больше авангард, абстракционизм, кубизм и так далее. А здесь реализм высшей пробы. Сергей Михайлович, сын народного художника России, рассказывает, «Папа и вправду был народный». Такое звание ему досталось без художественного образования. Искусство советскому мальчишке открыла Вторая мировая. Об этом Буткеев-старший упоминал при жизни. Когда я в Новосибирске слушал, туда была эвакуирована часть работы с Третьяковской галереей. Она размещалась в оперном театре. Ну да, оперный там у них. Ну мы ходили на экскурсии, я увидел, конечно, обалдел я от этого все. Жестокость войны осталась только в памяти. На полотнах родной город, виды Монголии и Горного Алтая. Люди иногда уже начинают забывать, что это такое. А многие молодые даже не знают. Поэтому приобщиться вот к этому реалистическому искусству, когда через натуру передается художественный образ, то есть обобщение. Вот вы видите, предположим, вот это плач-скала, да? И вы видите через нее, как бы представляете себе весь Горный Алтай. Красоту всего Горного Алтая. Сейчас в галерее Алтайского госуниверситета на Димитрово представлена экспозиция Михаила Буткеева. Как говорят коллеги, его картины – звонкая и прозрачная фиксация момента «здесь и сейчас». Анастасия Наборщикова, Александр Антропов. День с толком. Анастасия Наборщикова.